здравствуйте у нас сегодня с нами в гостях мастер спорта международного класса чемпионка азии и призер азиатских игр кубков мира и многократная чемпионка узбекистана по спортивной гимнастике сапарбаева асаль здравствуйте рада приветствовать вас в нашей студии я очень рада что мне попался такой шанс поговорить с вами лично очень приятно начинаю разговор с вами мне больше хотелось чтобы посмотрев это интервью молодежь молодые люди поняли роль спорта в жизни каждого человека расскажите пожалуйста как все начиналось когда появился интерес к спорту ну знаете я начинала девяносто девятом году да это было очень давно и начала заниматься с пяти лет спортивной гимнастикой меня отдали для здоровья потому что у меня была кривая осанка одна нога как будто чуть-чуть кривая тоже и мама с тети решили отдать чтобы я просто выровнялась там ты скажем и через полгода уже были улучшения здоровье мне вообще хотели ломать ноги чтобы исправить это искривление и благо что моя мама с тетей это не сделали а просто отдали в спорт мне попался очень хороший тренер который был и очень хорошим психологом детским и хорошим тренером она уделяла очень много времени на то чтобы восстановить меня мое тело и как сказать внедрить любовь к спорту но в начале конечно в детстве это очень сложно полюбить спорт я была очень энергичным ребенком и всегда хотелось бегать прыгать по гаражам всякими крышам по деревьям и я всегда играла с мальчиками потому что у них более такой активный образ в детстве до активные игры и и я даже спала на голове были такие моменты и на голове и на шпагате и потом когда я уже плотно начала заниматься спортом вся моя энергия начала уходить туда вот и первое время было сложно любить спорт очень сложно потому что тяжелые элементы тяжелые нагрузки и хотелось больше гулять да вот но потом когда за нас взялось государство когда приехала оксана чусовитина и создала сборную узбекистана целую команду девочек тогда не получается ну не совсем у нее у нас был найти коллектив тренеров с разных школ вот она была старшим тренером но она была таким тренером который давала правильное указание в какое направление двигаться как тренироваться она расписывала нагрузку и это знаете это было очень вдохновляющим мотивирующим когда ты тренируешься с таким легендарным человеком она сама тренировалась мы как бы подбадривала нас своим вот примером это было вообще очень здорово и тогда спустя 10 лет занятий спортом я полюбила спорт уже с но всей душой я поняла к чему я иду какие впереди цели что чего я могу достичь с какими гимнастками и людьми я могу вообще заниматься соревноваться встречаться за границей и это невероятная мотивация вот это то что вот государство ну как бы дает поддержку спортсменам чтобы они могли выезжать на сборы для большей практики для того чтобы тренироваться с лучшими тренерами спортсменами то это конечно level up все спортсмены начинают любить еще больше это занятие и они достигают да они достигают все больших больших успехов просто нужно внимание это самое главное насколько я знаю в 2014 году у вас были последние финальные сортования что стало причиной вашего ухода вообще в целом тогда был такой год когда мы у меня за мою карьеру было две команды я была капитаном двух команд меня поставила оксана часовитина она увидела во мне кого-то такого лидера вот и это с одной стороны было и хорошо как бы ты чувствуешь что у тебя есть такая ответственность ты тянешь девчонок вперед до настраиваешь их но с другой стороны есть и плохая другая сторона когда ты получаешь из-за них за малейшие какой-то проблемы получаешь ты вот и с первой командой мы как-то знаете начали расти вместе как-то собираться и мы были более близкими сплоченными сплоченными да мы понимали уже друг друга и боролись друг за друга как бы мы помогали друг другу но потом когда поменялись поменялся коллектив пришли более молодые девчонки с ними было немножко сложнее каждая считала что она лучше в индивидуальном как бы а мы команда мы должны быть сплоченными нас этому учили и тогда было очень сложно и у меня уже не было такого прям какого-то желания продолжать вместе с ними и последним толчком это были азиатские игры да когда мы приехали на соревнования у нас потравмировалась одна девочка она поломала ногу у него было но не поломала но у нее были проблемы с коленом и поставили гипс на всю ногу прямо вот у нас завтра соревнования у нее уже гипс 2 девочка тоже потравмировался не могла работать в полную ногу тогда и оксана честно ведь она с нами была в команде у нее тоже были проблемы тогда с со здоровьем с травмами и получается что был не полный состав да и мы не могли выступить в полную мощь хотя готовились очень очень долгое время и был какой-то такой осадок что ну вот в так долго готовились да и вот в итоге ничего не получилось и тогда это уже для меня было как знак что ну скорее всего наверное нужно заканчивать то что у меня у самой были травмы которые не заживали очень долгое время и они тоже напрягали и я уже такая просто все собрала и подумал ну все наверное это конец карьеры и вот таким образом я ушла я прям там же сказала в соревнованиях что я ухожу когда нас построили несколько я приезжаю в ташкент и я больше ну не буду заниматься и будет я прилетела соревнований и просто не пришла в тренировку печально конечно же сейчас хотите ли вы вернуться в спорт именно в профессиональный я вернулась большой спорт спустя сейчас 6 9 9 лет я вернулся мне сейчас 29 лет вот и мне ничего не останавливает продолжает заниматься я все это время занималась просто непрофессионально чисто для души для себя и разными разными видами для своего контента вот и для души но мне поступило предложение с федерации брейк-данса что можно продолжить свою спортивную карьеру вот именно в этом виде спорта потому что это молодой вид спорта именно олимпийского вида это в на этих олимпийских играх в париже это будут первые взрослые соревнования для брейк-дансеров вы вернулись брейк-данс я не вернулась я начала я почему-то подумала что вы хотите вернуться именно в спортивную гимнастику знаете вот для меня оксана часа видите на большой пример того что возраст это вообще не предел это ничто у тебя возрастом в голове в душе вот ты можешь заниматься несмотря ни на кого не на такие осуждения окружающих которые постоянно будут говорить да все хватит иди создавай семью иди занимайся другими полезными делами зачем но я поняла что есть такие люди которые не могут без спорта да не хотят постоянно чем-то заниматься а если от этого есть какой-то толк есть плюсы то если нужно до заниматься это двойное удовольствие этот поступило такое предложение подумала почему бы нет раз это предложение поступила нужно не зря ко мне пришло нужно браться потому что ну 23 года в спорте это немалый опыт вообще и я поняла что спортивная гимнастика это вообще основа всех видов спорта там закреплен вообще укреплен весь все тело до весь организм я поняла что чуть-чуть поднапрячься и можно прийти в форму вот и есть ребята которые могут мне в этом помочь и когда я приходила на танцевальные батлы тогда это считалось только танцем из всех видов танца мне всегда нравился брейк-данс мне хотелось научиться крутиться на голове на руках какие-то такие элементы которые вроде как близки мне но это все равно нужно уделить время чтобы научиться вот потому что в основном такие элементы могли делать мальчики спортивная гимнастика потому что у них есть элементы на коне да на кольцах и это им еще ближе мне всегда даже в гимнастике хотела это попробовать и поэтому я поняла что надо то есть вы еще у вас еще есть тренер поэтому да да это получилось случайно я пришла в зал и тогда все ребята тренировались и один разминался и тогда я зашла гора я вот пришла на тренировки с кем бы я могла позаниматься чтобы мне показали что делать как этот парень он нас знал вот он дошел гордоте я попробую ну посмотрим я вам покажу пару элементов и так и пошло 1 3 2 3 3 очень хорошо понимаем друг друга я уже с таким опытом ну как сказать не просто занимаясь для галочки я понимаю для чего я занимаюсь и что мне нужна большая нагрузка сейчас чтобы восстановиться и я иногда его подталкиваю давай мне больше иногда он когда видит что я вялая пришла или уставшая после своих работ вот и но пока получается все очень хорошо рост есть и феврале 23 числа я уже поехал на первый свой старт ну знаете это как сказать многие думают что брейк-танц это чисто потанцевать на дискотеке как хобби да не смотрит как кови да просто вот это как не то что стать художником да а именно пойти на рисование порисовать чуть-чуть попеть вот ну все думаешь это какой-то кружок где можно просто развеяться и отдохнуть но я почему сюда и пошла я хочу развить этот спорт так он так как он совсем не популярен в нашей стране по миру очень много соперников очень много спортсменов и девочек и мальчиков а у нас вот почему позвали меня у нас стране только две девочки во всей стране две девочки которые сейчас выступают за сборную узбекистана и как бы я когда это услышала я была в шоке как бы как так ведь в этом виде спорта есть будущее есть карьерный рост вы можете ездить по миру соревноваться достигать каких-то высот зарабатывать деньги путешествовать и все это вот но все в одном все в одном да это и хобби удовольствие и вообще смысл жизни почему но я была в шоке и поэтому я решилась что я буду заниматься и максимально популяризировать этот вид спорта вот ближайшие два-три года точно классно очень рада что вы вернулись и за что вы занимаетесь и спасибо да еще один такой вопрос были ли у вас травмой во время спорта и каковыщите какое сейчас у вас состояние здоровье травм было очень много переломов нет не было вот за всю карьеру в спортивной гимнастике у меня не было ни одного перелома были только растяжение вывихи но это конечно намного тяжелее восстановиться после вот например растяжение допустим даже до или надрывов мышц у меня в основном болели колени травмировались по несколько раз я их подворачивала спина там грыжи и как бы мне кажется у многих спортсменов которые занимаются профессионально имеются такие проблемы со здоровьем но это как по уже наша жизнь бороться с травмами вот сейчас все намного легче сейчас забиваются в основном только но верхняя часть тела потому что брейк-данс это больше кручение на голове на руках и а я в спорте в спортивной гимнастике в основном прыгала и там нужны были в основном ноги поэтому я сейчас как бы по новому ощущаю себя как бы нету каких-то травм серьезных только все по мелочи то в основном пальцы кисти локти вот это ничего серьезного все так ну уже после такого прожитого опыта это нормально без травм мне кажется никак не выучишь ты элемент какой-то суперсложный без каких-то ошибок вот ударов синяков это вообще каждый день происходит поэтому я думаю что все будет хорошо потому что я и растягиваюсь и закачиваю свои мышцы я как бы прохожу обследование у врачей специальных специалистов по спорту да и как бы все хорошо в этом плане я думаю так и останется да очень рада потому что у вас все хорошо насчет инстаграма вашего блога как все начиналось с чего и про вот этот вот образ килинки как пришла эта идея вообще это все началось во время пандемии точнее до его начала вообще вот эта вся идея я помню вы до карантина еще ездили на гастроли у вас была команда да да я и работала тренером я и работала в цирке год вот я изучала там определенный вид искусства это вальтиш и также огонь вот и мы собрали очень хорошую команду и работали вот в разных странах ездили на гастроли со своим эксклюзивным номером нас приглашали в american good talent вот но мы не могли туда поехать потому что у нас но тогда была нужна была большая сумма на коллектив на команду тогда мы не могли это потянуть вот и поэтому у нас осталось только приглашение и мы всегда улыбаемся когда его видим да но потом мы работали в китае вернулись в узбекистан и нам уже начали звонить и говорить что в китай началась пандемия и вернуться как бы туда-обратно не получится и ну будьте осторожны возможно эта пандемия но разойдется по всему миру вот и начнется локдаун тогда мы распустили всю команду и мой муж он решил начать съемки тогда все уже закрывалось все базары магазины невозможно было передвигаться по городу и мы все же нашли такие чисто подручные средства там лампу где-то зеленый фон черный фон чтобы в картинка была более ну хорошая вот и начали снимать то что чем мы в принципе и занимались мы начали снимать акробатику трюки разные все что мы можем мы тогда щупали вот эту вот аудиторию эти соцсети когда у нас был тик ток но мы его начали вести только вот во время пандемии начали закидывать разные видео и в инстаграм и в тик ток и благодаря тик току наши видео начали залетать в реки и мы начали понимать что нужно снимать потом пришел такой заказ на узбекский трек нас попросили снять видео на 1 миллион просмотров ну тогда у нас таких еще но видосов было очень мало и для нас это было прям такая интересная цель мы прям сели и начали думать какой образ подойдет сюда больше и тогда мы придумали келинку но например наряда такого у нас не было и я писала всем девчонкам которую знаю может быть у кого-то есть в сундуке либо у тети может у мамы может у них у самих и только одна девочка откликнулась тогда она с театрального колледжа или института вот и я сказал что есть такого не самого хорошего качества в сундуке очень-очень старое могу как бы можем тебе отправить на отправила она действительно было уже такое ну пока ценное мы его подправили и тогда у нас вот была первая съемка на турнике где как бы он подметаю мою турник и исполняет трюк сажусь на шпагат да и когда мы это снимали собралось очень много народу начали собираться дети мамочки с колясками потом останавливались машины возле дороги и мы тогда вот посмотрев на все это поняли что это видео точно на миллион потому что если сейчас люди так собираются значит и в интернете тоже будет интересно ярослав быстренько смонтировал это видео ставил этот трек и запустил и буквально за несколько дней был уже миллион посмотров все были довольны и мы поняли что этот образ он будет как бы очень хорошим очень популярным в нашей стране и не только в нашей вот и мы начали снимать каждый день практически по несколько видео закидывать и в тик ток и в инстаграм и там и там это заходило в рекомендации людям очень нравилось сначала они были в шоке от того что происходит то что такого не не видели то что келин это более скромный до персонаж а тут такие трюки еще и женщина и они такие что происходит как так это монтаж кто-то говорит но на самом деле все все трюки исполняла я самолично потому что ну многие гимнасты поймут меня что это в принципе не так было сложно на тот момент вот некоторые элементы вот но потом становилось мало этого и хотелось развиваться уже с другими образами работать делать более серьезные трюки и выходить уже на мир вот сейчас у нас аудитория уже по не только в узбекистане и страны снг америка европа очень много фанатов вот прям станет дальних стран которые постоянно пишут следят и это очень мотивирует очень наше видео залетали в американские паблики разные американские сми там опубликовала но опубликовали ребята спортсмены каскадеры они комментировали эти видео и это но непередаваемое ощущение хочется больше классно так почему все спортсмены не занимаются спортом потом продолжают тренерскую деятельность почему вот сейчас вы не занимаетесь тренерской деятельностью ну вообще по специальности я тренер я закончила физкультурный институт и как бы я должна работать в этом направлении но я пробовала я пробовала и в спортивной гимнастике я пробовала и батутном центре в частной организации работать тренером но вот объясняя как делать тот или иной элемент не всегда хотелось не то что объяснил не всегда хотелось показать первым делом показать как это делается и я понимала что ну не могу я просто сидеть и рассказывать как это все делается учить и у меня у сама очень много энергии сил и хотелось бы еще ну позаниматься спортом ну самой самостоятельно поэтому я этим делом не занимаюсь если заниматься то уже хорошо на полностью окунуться в это дело но с тренерской деятельности пока так не получается возможно я начну тренировать не не профессиональному виду спорта а общей физической подготовки это онлайн скорее всего у нас сейчас есть youtube у нас вчера кстати стукнуло один миллиард просмотров таких просмотров в узбекистане нет даже есть паблики которые я лично смотрю и этим пабликам уже от пяти до десяти лет и даже у этих каналов нет таких просмотров и когда я это поняла я поняла что вау это же что-то невероятное наконец-таки в узбекистане вот есть такой канал этот канал наш я прям была в восторге у нас наши ребята с команды наши друзья отправляют скриншоты ты видела посмотри зайди кто-то звонит ты посмотрела игру нет я ничего не видела посмотри зайди в youtube ходим этом действительно смотришь о канале вот какие-то подробности и там действительно такие цифры я вау ничего себе мы youtube начали вести с сентября прошлого года до как бы за полгода такие результаты это что-то колоссальное я поняла что сейчас людям нужно уже запускать какие-то тренировки я да я о них сейчас только думаю процессе разработок как подается какую лучшую информацию желательно более легкую доступную для всех чтобы просто как сказать воспитать вот этот спортивный дух желание заниматься спортом у людей в основном у женщин нашей стране потому что очень многие слишком сильно уходят в быт до домашние дела что они просто забывают о себе своем здоровье спорт непрофессиональный это в первую очередь здоровье здоровое тело внешний вид вот многие не дают мне ну почти 30 лет 29 мне не дают таких лет мне говорят да какой это тебе 20 когда я без косметики мне говорят тебе 18 да мне очень приятно и все это благодаря спорту друзья пожалуйста занимайтесь вот но я не знаю как это еще донести до людей потому что это очень очень важно вот это дисциплина спортивная она так помогает в любой деятельности вот мы сейчас занимаемся и бизнесом и ну как бы контентом и там вот нужен тайм-менеджмент нужен вот этот целеустремленность которая вот есть спорте все эти навыки они нужны они помогут в жизни не только в спортивные его обычные если вы хотите достигать цели то спорт вам в помощь вы будете отвлекаться от учебы будьте отвлекаться и от работы ваш мозг быть немножечко отдыхать и будет работать тело но будет красивым здоровым ну я не могу как это вам еще передать это это очень важно и полезно вот поэтому я думаю запустить такой вот влог небольшой чтобы женщины дети и взрослые даже люди полюбили спорт это отличная идея супер я обязательно посмотрю если она выйдет спасибо спасибо если что подсказываете может будут какие-то идеи обязательно вы сейчас вот тренируетесь идете свой блог не боитесь ли вы что ведением блогом вас не будет времени если вы заниматься спортом как вообще все успеваете хочу сказать ну я занимаюсь этим не одна у меня есть целая команда есть сколько человек в команде всегда по-разному ну как по зависит от работы у нас есть главный это директор литос это мой муж это мозг проекта всего в основном он придумывает какие-то идеи занимается монтажом он уже собирает всю команду есть и оператор который может это снимать мы снимаем и на камеру и на телефон это зависит от того что мы снимаем у нас есть ребята которые монтируют есть ребята которые и рисуют как бы если ну я совсем не буду успевать заниматься контентом эти ребята они без меня смогут с этим справиться и сделать это так что никто даже не поймет что я ничего не делала как бы я лишь ну могу ну как-то чуть помочь вот поэтому мы дошли до такого уровня уже что присутствие меня уже не так-то важно вот я могу спокойно заниматься спортом и мне ничего больше не будет мешать абсолютно какой вы спорт выбрали бы если бы не было вот гимнастики ну в детстве то мы не выбираем с вами да не смогли его даже сейчас гимнастики нету и брэк-данса да например нету как тоже не туда так ну в детстве я очень часто со своей тетей смотрела фигурное катание я думаю что возможно фигурное катание ну вообще вместо спортивной гимнастике должна была заниматься художественной гимнастикой да куда я пришла в зал они посмотрели на мой рост и сказали нет ваша девочка не подходит для художественной гимнастики вот чуть дальше и спортивной дойдите посмотрите потому что в художественной гимнастике все высокие такие ну подтянутые там нужно чуть-чуть и вот поэтому если бы не было таких видов спорта то наверное фигурное катание ну скорее всего что не хватает в нашей гимнастике в узбекистане в гимнастике в целом это и трамполин и художественная и спортивная гимнастика не хватает ну наверное большой любви к своему делу потому что когда я занималась спортивной гимнастикой я видела что многих девочек заставляют не всех естественно не всех но очень многих заставляют родители заставляют тренера они как будто по не понимают к чему они идут вот и я была в такой ситуации когда мне нужен был пинок под зад чтобы я шла на тренировку вот возможно не хватает какой-то мотивации чтобы достигать каких-то целей но не знаю потому что в итоге у нас получилось наша мотивация это была акция на чувство витина она собрала хороших тренеров которые не заставляли прям так сильно они просто давали понять что это нужно мне одной не моим родителям не тренером только мне и чтобы я сама понимала к чему я иду вот мне кажется вот не хватает какой-то любви и осознанности того чем они занимаются мне кажется нужны какие-то может дополнительные услуги психолога спортивного который направит их правильную русу да потому что когда вот мы ездили в америку там девочки они с большим удовольствием занимаются они сами оплачивают себе тренировки в месяц и приходят на тренер как на праздник тогда когда вот мы приехали оксана сан нам показывала это говорит вот они любят свое дело вы еще не любите свое дело ну переосмыслите это все и полюбите тогда будут результаты и эти слова очень сильно помогли нам тогда я думаю что многие тренера должны все-таки об этом говорить своему ученикам вот и не мучить их в плане вот каких-то диет возможно да вот бывает еще такое что девочки ну они не только занимаются спортом они еще и не едят полноценного гимнастки особенно художницы я знаю мы помогали им какое-то время они помогали нам вот там есть какой-то вот психологический стопор да барьер в плане еды и даже это отталкивает их от спорта мне кажется если бы этого не было то ну как бы все больше и больше бы девочек занимались этим не бросали бы спорт я думаю как-то так вот так в принципе все хорошо у нас отличная как бы федерации у нас ну шикарный дворец спорта там все виды спорта и трамполин в этом здании и художественная гимнастика и спортивная и акробатика да и никто друг друга не мешает все занимаются в очень хороших условиях я например например начинала в зале где не было такого ковра была обычная дорожка и мы как бы учили элементы ничего с нами не случилось мы достигали своих целей вот поэтому просто нужно заниматься идти любить стараться и понимать что вы делаете спасибо за ответ какие у вас вообще планы цели на ближайшие годы на ближайшее время вот это брейк данс на ганс да потому что ну я кнулась с головой уже в этот вид спорта мне нужно достигать целей как можно быстрее просто переходить на новый уровень на высокий уровень международного класса же мозолить глаза всем судьям на всех соревнованиях достигать высот поэтому для этого нужно очень много времени уделить каждый день нужно тренироваться поэтому на ближайшие два-три года это брейк-данс что касается интернета и контента это будет естественно параллельно мне это уже не так сложно дается вот за меня уже все придумывают мне надо просто прийти сделать и все уже будет готова и залито поэтому и здесь никаких проблем ну и возможно после брейк-данса уже будет и кино и более такие серьезные уже дела но это все впереди я не буду рассказывать вот как актриса каком бы фильмы вы бы хотели снятся ну какого жанра до по любому это какой-то боевик туда экшен я думаю что первый фильм в котором я снимусь это будет фильм моего мужа очень хочет снять и это будет экшен у нас есть друзья с ближних стран с казахстана кыргызстана они каскадеры знаменитый на весь мир и мы с ними уже ну немножечко работали и если мы сделаем что-то совместное такое то будет что-то нечто вот поэтому это будет обязательно скоро но не совсем скоро но скоро будет ждать по любому потому что очень много людей этого ждут я прям читаю когда комментарии многие пишут тебе нужно в голливуд тебе нужно сняться в фильме почему у нас в узбекистане никто не снимает фильм с твоим участием очень много таких сообщений на самом деле были предложения сниматься фильме здесь но мы пару раз пробовали но эти люди еще как сказать они не готовы к такому экшену которому который хотим увидеть мы которым бы мы хотели участвовать они не чувствуют тут элементы да они могут снимать хорошие драмы возможно какие-то сериалы про любовь семью но пока не экшен вот поэтому первый фильм будет моему мужу а потом посмотрим может быть и в голливуд пригласят кто знает уже были предложения с netflix вот но тогда не получилось у нас по нашей же причине вот поэтому все впереди все будет главное не опускать руки не травмироваться не сдаваться да самое главное все будет пара минут назад вы сказали насчет диеты что в художественной гимнастике стоят запреты как у вас держитесь ли вы какой-нибудь диете как вы питаетесь такой как вы сохраняете такую фигуру мне кажется за время гимнастики у меня уже сформировался уже какой-то особый график да и ну я за все это время не поправлялась каких-то но больших размеров и нет диет никаких нет я ем все и хлеб и плов и логманчики мантышечки просто не ем их в больших количествах вот например у нас порция плова это легиан но я съем верно маленькую косушечку да это один раз в день вот там легкий завтрак состоит из яиц кофе на ужин овощи либо вообще не ужину но это все из-за того что слишком забитый график сейчас иногда мы просто не успеваем кушать мы я вообще не готовлю сейчас уже потому что так же нету времени да если готовить это два-три часа уходит на приготовление таких нету такого времени нету вообще сейчас мы заказывали еду на целый день это вот пять рационов питания пп вот тоже отличная тема для тех кто не любит готовить не может готовить но хочет правильно питаться очень хорошо помогает вот и не поправляешься там ну прям нету ну и раньше я обожала какие-то бургеры обожала вот что-то слишком сладкое слишком такое жирное сейчас такого нет я не знаю что произошло с моим организмом возможно это просто уже усталость такой еды хочется чего-то легкого такого чтобы я могла после еды продолжить работать они съев такую порцию плова лечь и подумать мне бы сейчас бы поспать я думаю многие чувствовали же поев плов они прям хотели бы поспать максимально ленивое настроение поэтому если вы хотите продолжать работать то не ешьте в больших количествах плов просто сокращайте порции чтобы вам было легко передвигаться и все и вот я думаю как то так маленькие порции несколько раз в день это совет для всех не только для спортсменов просто не перенагружать свой организм свой желудок не пичкать всем подряд до любить себя и там уже само по себе все станет на свое место это точно какая у вас сейчас мечта мечта ну попасть на олимпийские игры это мечта и цель и мечта и цель да потому что вот спортивной гимнастике мне не удалось до туда доехать и как бы в глубине души есть такое вот ощущение что мне нужно до туда доехать хотя бы поучаствовать хотя бы посмотреть как это все происходит но в лучшем случае конечно и быть на пьедестале но это мы увидим следующих серий пожелаем вам удачи спасибо вот во время съемок ваших вот трюков роликов инстаграм у вас были какие травмы все-таки не в спорте а вот именно на съемках травм прямо на съемках не было ну я падала я ударялась об косяки дверей я на выступлениях вот когда я была артисткой в цирке точнее на гастролях в китае вот мы делали трюк я перелетала через парня на ходулях с огнем он тогда брызил такое пламя изо рта я перелетала зацепилась за него и упала вот прям на камень на камне да на пол и тогда вот была первая такая травма тяжелого точнее наверно вторая это был голеностоп вот я там практически ничего не делала просто выходила танцевала мне было очень грустно то что я не могу выступать полную силу ну и наверно первая травма была в цирке это когда я также делала очень тяжелый элемент я перелетала где-то на пять метров с одной с одной парой ребят в другую вот точнее к мужу в руки и тогда я попала и чуть-чуть не удержалась и подвернула руку тогда у меня была трещина в кисти и и все я думаю а так ну и говорю пальцы вот у меня кривой палец это брейк-данс но по сравнению с этими всякими трещинами и надрывами это не так критично я терплю я работаю это мне не мешает потому что я не могу одеть гипс сейчас какой-то и бросить тренировки мне нужно заниматься я уже терплю мажу бинтую и тренируюсь дальше для меня пальчик это что-то такое маленькое кто-то может порезаться и у него будет бинт такой да вот ну мне такого нету у меня бывает такое что температура но ничего страшного мы будем работать да у нас так в семье мой муж такой же я такая же поэтому пока ничего не случае не случилось серьезного то нужно двигаться дальше какой бы совет вы дали молодежи которого только начинает заниматься переходит сборную команду потихонечку какой бы совет вы им дали совет не останавливаться и не бросать потому что вот например в период 16 17 лет у многих вообще такое ну созревание идет переходный возраст и у мальчиков и у девочек и в это время не хочется заниматься спортом я сама этому это помню и в этот момент самый главный не опускать руки и не уходить просто перетерпеть вот год-два и вы поймете что вы сделали верное решение дальше вы будете только сильнее красивее лучше и результаты будут ну это правда вот это такой вот возраст когда нужно заниматься еще больше еще упорнее и трудиться любите свое дело это обязательно придет к чему-то очень хорошему поверьте вы либо останетесь супер спортсменами чемпионами либо очень хорошими тренерами поэтому не бросайте любите вдохновляйтесь мотивируйтесь от кого хотите не обязательно создавать себе кумира просто человека который вас мотивирует смотрите на него слушаете его слушайте своих родителей а в основном в первую очередь слушайте своих тренеров они не хотят вам ничего плохого они тоже хотят чтобы вы были чемпионами они хотят быть тренерами чемпионов поэтому любите свое дело пожалуйста и спорт и страну которой вы выступаете она вас поддержит большое спасибо саль было очень приятно с вами пообщаться огромное спасибо что пришли и рада была очень раз пообщаться и я думаю что после нашего интервью обязательно вы точно за мотивирули кого-нибудь тренироваться обязательно все начнут заниматься спортом я очень надеюсь да поэтому если у вас получается тренироваться тренируйтесь если уже все не получается то будьте спортивными блогерами или спортивными тренерами вот онлайн или не онлайн все впереди можно всех все получится спортом заниматься везде поэтому вперед большое спасибо 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 Продолжение следует...